Мониторинг уровня в резервуарах – одна из самых ответственных точек измерения на любом предприятии. Неточные измерения могут увеличить операционные расходы, снизить эффективность технологического процесса и увеличить риск возникновения опасной ситуации. Технологии измерения уровня по перепаду давления с использованием разделительных мембран позволяют избежать данных проблем. Выбор заполняющей жидкости систем разделительных мембран зависит от технологических параметров процесса. На высокотемпературных процессах применяются заполняющие жидкости, не работающие при низких температурах окружающей среды. Время отклика в данном случае может быть слишком высоким для регулирования процесса или система может не реагировать на изменение давления. Обычно это решается применением систем обогрева, которые требуют дополнительных затрат. Двойная разделительная мембрана – это новое решение Rosemount, которое позволяет избавиться от дорогостоящих систем обогрева. Двойная мембрана объединяет в себе две заполняющие жидкости в одной системе. Это позволяет применять ее на высокотемпературных процессах при низких температурах окружающей среды. Промежуточная мембрана разделяет две заполняющие жидкости. Высокотемпературная жидкость работает с горячим процессом, в то время как вторая заполняющая жидкость позволяет всей системе работать в широком диапазоне окружающих температур. Давайте рассмотрим, как это работает. Давление процесса давит на внешнюю мембрану и передается через высокотемпературную заполняющую жидкость, промежуточную мембрану и вторую заполняющую жидкость на сенсор датчика давления, который в свою очередь передает измеренное давление в систему управления. Вторая мембрана оказывает минимальное влияние на производительность за счет большого диаметра и небольшого количества заполняющей жидкости между внешней и внутренней мембраной. В традиционных системах одна заполняющая жидкость работает и с высокотемпературным процессом, и с температурой окружающей среды. Для уменьшения времени отклика разделительной системы обычно используется греющий кабель, который поддерживает низкую вязкость заполняющей жидкости. Данный метод обогрева имеет ряд недостатков, таких как высокая стоимость монтажа греющего кабеля, теплоизоляции и дополнительного контроллера управления, дополнительные затраты на электроэнергию, а также дополнительные расходы, связанные с низкой надежностью подобных систем обогрева. Применение двойных разделительных мембран позволяет отказаться от обогревающихся систем и избавиться от связанных с ними дополнительных расходов. Сравнение затрат на систему с двойными мембранами и традиционную систему с обогревом показывает, что в среднем дополнительные затраты на систему обогрева составляют порядка 60% и включают в себя греющий кабель, теплоизоляцию и контроллер. И это без учета стоимости монтажа электроэнергии и последующего обслуживания. Системы с двойными мембранами могут иметь различную конфигурацию. Это может быть прямой монтаж или выносное исполнение с капилляром. Они могут применяться в различных системах, включая системы электронных выносных сенсоров 3051S и RS, Tuned System или сбалансированные системы. Применяйте системы с двойными мембранами на высокотемпературных процессах и на открытом воздухе. Эта технология позволит вам сократить затраты на монтаж и обслуживание, предлагая простое и высокоточное измерение уровня по перепаду давления.